Достаточно. Теперь руки по сторонам, пожалуйста. Упражнение античной танцы. По два раза закружатся. Кручиваем каждое плечо. Начинаем с правой руки. Поехали. И раз, и два, и три, и четыре. Руки напряжены все время. Раз, и два, и три, и четыре, и раз. Силой. И два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и достаточно руки держим. Теперь две руки вместе, пожалуйста. Поехали. И раз, открыли. Опять. Два, открыли. Завернули так, чтобы ладошка в небо смотрела. И опять ладошка в небо. Ладошка в небо. Еще раз в небо. Раз, два, три. Достаточно упражнения. Птичка. Локоть смотрит назад чуть-чуть. Напрягли руки, пожалуйста. И не спеша. Пошли. Вдох. И выдох. И вдох. И выдох. И вдох. И выдох. И вдох. Выдох. Руки ниже, плеч не опускаем. До горизонта. Опять вверх. До горизонта достаточно. Опустили руки. Хочу обратить ваше внимание, что к механизмам подсознательной регуляции относится также боль при выполнении какого-либо упражнения. Если вы чувствуете, что у вас болит в шее, болит в каком-либо суставе, то снижайте нагрузку. Это организм вам сигнализирует о том, что нагрузка чрезмерна. Надо вот слушаться. Плечевой пояс немножко прогрели. Теперь делаем упражнение для бицепса. Подняли руки в стороны. Ладошками вверх. Напрягли, пожалуйста. И не спеша, на четыре счета, сгибаем руки в локти. Вместе пошли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки напряжены все время. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Стоп. Теперь машем руками по очереди, как деревянную тру. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и стоп. Достаточно. Опустили руки. Обратите, пожалуйста, внимание на количество повторов при выполнении каждого упражнения. Так как мы находимся все на разных уровнях физической подготовки, ориентироваться надо на следующий момент. На свои собственные ощущения. Как только вы почувствовали, что вы утомились, что вы достаточно утомились и не способны выполнять дальше движения, надо прекратить. Делаем упражнение лыжник. Чуть-чуть наклонились вперед, спинку прогнули. Локти убрали назад, крючок смотрит назад. Поющим. Все. Не спеша вместе со мной. И раз, выпрямили. И два, голову наверх, не роняем. И три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре. Стоп. Достаточно. Следующее упражнение для мышц под плечи. Ладошки перед собой. Представим, что держим в руках тяжелый каменный шар. И вращаем к запястью. Раз, три, все движения только с напряжением, пожалуйста. В обратную сторону теперь. Достаточно газа на мотоцикле упражнение. Пожалуйста. Раз, два. Все движения делаются только с напряжением. Хорошо поменяли плоскость движения. Вот так. Как с недоугодочной машиной. Достаточно. Можно потрусить. Пожалуйста, упражнение кончики фаланг. На две пальчики и раз, два, силой, силой. Раз, два. Упражнение хорошо для суставов пальцев. Сейчас обычно. Теперь делаем упражнение фаланг. Раз, и текуруем большими пальцами. Два, три, три, четыре, три. Раз, три, три. Поглубже на ладошку опустаем пальцы. Потом большими пальцами. Два, три, 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 четыре. Раз, три, три. Упражнение широких лад, пожалуйста. Представим, что у вас есть большой резиновый мяч. И сжимаем его. Но с напряжением чуть-чуть. Раз, и расслабляем пальцы. Два, и расслабляем. Только с напряжением. Три, расслабляем. Четыре, и... Раз, два, три. Достаточно. Потрусим. Особенность гимнастики ходу в том, что все движения выполняются замедленно, с напряжением и с максимальной амплитудой. У нас нету в гимнастике упражнений, направленных специально на растяжку. Но то, что мы делаем, называется активная растяжка. Мы мышцами растягиваем наши связки и суставы. Поэтому амплитуда должна быть максимальной. Здравствуйте. Сегодня мы опять будем разучивать комплекс упражнений из гимнастики ходу. Если помните, в предыдущих выпусках мы знакомились с упражнениями для позвоночника и для рук. Сегодня на очереди упражнения для ног. Не забывайте, что вдох носом, выдох ртом торопиться нельзя. И напряжение должно быть постоянным. Сейчас будем делать упражнение для ног. Встали прямо. Отставили ножку на носочек. Туловище притровано абсолютно. Оторвали ногу от пола. И не спеша сгибаем ногу в колени так, чтобы колено вперед не уходило. Поехали вместе. И раз. Фу. Ничего, ничего. Два. Фу. Три. Можно взяться за зеркало, я думаю. Фу. Четыре. И раз. И два. И три. Стоп. Достаточно. Давайте другую ногу, пожалуйста. Так же само. Ножку отставили на носочек. Оторвали от пола. Туловище абсолютно ровно. Пошли, сгибаем. И раз. Носочек тянем наверх. И два. И три. Четыре. Пять. Достаточно. Цель гимнастики ходу это построение гармоничного пропорционального тела. Такого тела, которое должно быть у человека от природы. Мы не прибегаем к внешним нагрузкам, поэтому уровень развития мускулатуры во время тренировки и после нее целиком определяется нашим подсознанием. Особенность гимнастики ходу в том, что все движения выполняются замедленно, с напряжением и с максимальной амплитудой. У нас нет в гимнастике упражнений, направленных специально на растяжку, но то, что мы делаем, называется активная растяжка. Мы мышцами растягиваем наши связки и суставы. Поэтому амплитуда должна быть максимальной. Пожалуйста, имитируем езду на велосипеде. Сядьте поближе к переднему краю. Задача поднять колено и увести его в сторону, чтобы тазобедренный сустав раскрылся. И не спеша. Крути педали. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и стоп. Достаточно. Теперь сели поглубже на скамеечку. Можно ладошки подложить себе под ноги. Теперь делаем упражнение для стоп. Стопы у нас в крови снабжаются плохо. Потом каблуки плохо отражаются на наших ногах. Чтобы компенсировать их воздействие, эти упражнения очень даже помогут. Вращаем стопы вверх-вниз, пожалуйста, с силой. Раз, два, три, четыре. Пожалуйста, только с напряжением. Достаточно. Теперь вращаем стопами, пожалуйста. Только с напряжением и с максимальной амплитудой. Не должно быть никакого автоматизма. Мышцы должны находиться все время под согнутом контроле. Пожалуйста, в обратную сторону. Раз, два. Надо стараться, чтобы амплитудая движения была максимальной. Настолько мощная. Хорошо. Теперь ноги выпрямили. Делаем упражнение, которое называется аплодисмент. Колени прямо и абсолютно. Раз, два, три. Это мы разрабатываем связки нашего сустава голенослука. Достаточно. Делаем упражнение на цыпочки. Встали на цыпочки. Стопа вперед, пальчики вверх. Потом поднимаем стопу. Пальчики закручиваем вниз. Поехали. И раз, и два, и три, четыре. Отлично. Раз, два. Как будто мы отталкиваем от себя стену, которая на нас надвигается. Хорошо. Теперь в любом удобном положении пальчиками вверх-вниз с максимальной амплитудой. Этим упражнением мы завершаем проработку суставов и мышц стопы. Так, достаточно. Теперь нам нужно встать для выполнения последних пару упражнений. Удвоенная нагрузка на обмен веществ на кости суставов, на нервную систему обуславливается одним простым фактом. Так как внешняя нагрузка не используется, то для создания напряжения при работе мышцы используется напряжение со стороны противоположной мышцы. В ходу работают одновременно противоположные группы или мышцы. Благодаря этому требуется, это уже чисто арифметика, для вдвое большей мышечной массы требуется вдвое больше кислорода, вдвое больше крови, вдвое больше гормонов. И, соответственно, удваивается нагрузка на нервную систему, которую приходится контролировать работой наших мышц. Так, комплекс мы и закончили. Теперь у нас осталась заключительная часть. Такая ударная энергетический пик всей гимнастики. Упражнение дыба. Пожалуйста. Ножки чуть шире плеч. Представляем, что нас растягивают двумя веревками, которые привязаны к нашим рукам. А мы их тянем на себя. Значит, глубокий вдох, наклон вперед туловище, зацепили два каната и тянем на выдохе к себе. Хорошо. Глубокий вдох, наклон туловище вперед, зацепили два каната и выдох. Еще 2 раза, 2 раза. И тянем к себе. Глубокий вдох, руки не расслабляем. И выдох. Так, пожалуйста, упражнение кольцо. Резинное кольцо у нас перед лицом, и мы его растягиваем. Глубокий вдох, таз назад, прогнули спинку. Хорошо. И выдох. Сатулились. Тазом вперед пошли. Вдох, таз назад. И на выдохе копчик подворачиваем под себя. Вот так. И... Раз. Силой. Фух. И... Два. Силой. Фух. И последний раз, пожалуйста. Три. Пожалуйста, потягушки, пожалуйста. Растягиваем нашу лопатку. Два. Другой. Три. Четыре. Раз. И... Два. И... Раз. И... Два. Чего разница? Раз. И... Достаточно. Теперь потягиваемся, как утром рано. Глубокий-глубокий вдох. И глубокий выдох спокойно. Пожалуйста, вдох. Спинку прогнули, прогнули, прогнули. Протянулись и расслабляемся. Пожалуйста, вдох. И последний раз, вдох. Тот комплекс, с которым мы вас познакомили, предполагает, что вы занимаетесь дома сами. Для достижения максимального результата, опыт подсказывает, что достаточно трех занятий в неделю. В сумме у вас будет уходить по одному часу на каждую тренировку. Но если вы чувствуете, что вы не успеваете восстановиться и отдохнуть при этих трех занятиях в неделю, тренируйтесь два раза в неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...